Девушки отдыхают Тинькофф стал нашим новым спонсором, они тут на четвертом сидят. Расскажи немножко о себе. Я закончил ЛИТМО, потом пытался учиться в аспирантуре, занимался малоугловой рентгеновской дифракцией. Потом началась эпоха интернета, начали делать порталы и все понеслось. В 2009 году позвонил мой знакомый Ваня Панченко и сказал, что у него есть хороший знакомый Олег, который хочет начать свой проект, и он проект и собрать команду в Питере. Соответственно, мы встретились у метро, и вот уже сколько? С 2009 года я работаю в МРУ. И когда мы встречались с Олегом, Олег сразу же захантил двух человек. Меня тогда, руководителя разработки и ведущего разработчика Сергея. И первые строчки были наши. У нас практически было двое. Руководитель и руководитель. Ну да, да. Пойдете к нам техническим директором? А сколько у нас будет людей в подчинении? Пока только вы, да? Нет, про технического директора тогда никто не говорил. Технический директор вообще очень странная позиция, потому что как бы с одной стороны это некий менеджмент, 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 с другой стороны как бы ну это человек технический. Вот. И как бы есть разные вариации, да? Есть вариации, когда технический директор пишет код, да? И пишет кода много, и фактически это некий там лид-разработчик, да? Вот. Тогда обычно у человека существует там какой-то бадхёрд по поводу кучи различной менеджерской работы. Вот. В моем случае это скорее наоборот, да? То есть я сто процентов своего времени занимаюсь менеджментом, вот, и управлением командами, и код я перестал писать, наверное, вот, ну примерно тогда же. Потому что на это просто нет времени. Нет, я могу писать код, но это надо меня отправить во вражескую команду, и они войдут в убыток. Понятно. Но все-таки ты технический директор, это должен быть в технологической теме. Знаешь, как развивается, не знаю, фронт-энд, БКЭТ. Да, я постоянно что-то читаю, смотрю, разговариваю, общаюсь с разработчиками, я понимаю, что как сделаны какие-то технологические штуки. Ну и потом до этого, собственно, 8 лет я сам что-то писал. Вот. Конечно, это не было никакой rocket science, как бы, да? Но, в общем, читать код я могу и сейчас. Я думаю, нашим зрителям был бы очень интересен твой путь вообще. Как стать техническим директором? Я думаю, что, прежде всего, надо хотеть им стать. Потому что сказать, что вот там технический директор – это что-то там вот такое супер-пупер-классное, как бы, и которое лучше, чем все остальное, наверное, нет. То есть все профессии хороши, можно там быть совершенно счастливым разработчиком и радоваться этому. Да, директором надо хотеть быть, потому что уметь разгребать вот эти вот все менеджерские задачи – это, в общем, ну, такой определенный навык. И нужно совершенно понимать, что технический директор – это тот человек, который не пишет код. Ну, в большинстве случаев. Нет, конечно, иногда в вакансиях пишут, что там нужен технический директор со знанием симфонии, удаленный – это, в общем, ну, какой-то ад. Вот это люди себя как-то обманывают. Вот. Иногда под техническим директором понимают архитектора. Вот. Это достаточно часто встречается. Сколько сейчас человек в твоей команде и какая структура? 43 человека. Структура, если говорить организационно, то вся структура плоская. То есть все эти люди административно подчиняются мне. У нас нет проект-менеджеров, тим-ледов, у нас больше нет, ну, собственно, вот никакой организационной структуры. Зато у нас достаточно мощная логическая структура. У нас раз-два, три, четыре, пять отдельных команд. Вот. Соответственно, есть команды, как узкопрофильные, так и широкопрофильные команды, которые занимаются сразу же несколькими направлениями. Вот. Команды абсолютно самостоятельные. Они разрабатывают, ну, собственно, работают над своими участками проекта. Они сами себя администрируют, скажем так, сами управляются. И это, в общем, очень хорошо. А как задачи проходят? Через тебя или не проходят на прямую команду? Нет, конечно, на прямую команду. Ну, как бы, если бы задачи проходили через меня, то я бы, наверное, умер был уже давно. Вот. Потому что поток задач огромный, и моя задача как раз свести коммуникации к необходимому минимуму. То есть, если человеку что-то нужно, он должен знать, где эти знания получить, с кем поговорить и с кем поговорить напрямую. Наверняка у многих наших зрителей возникнет вопрос, а зачем нужен ты? Задача напрямую в команду, команда клёвая, самоорганизованная, и вроде технический директор и не существует. Слушайте, ну, наверное, да. Один мой знакомый, как бы, это Миша Завилейский, руководитель Санкт-Петербургского филиала, собственно, это арта, и там, то он как-то сказал, что задача директора выстроить работу в команде так, чтобы его можно было спокойно уволить. Вот. Как бы стремимся, но пока нет. Это интересное стремление к тому, чтобы тебя уволили. Ну, мечты, мечты. Тебе не кажется, что многие стремятся к работе лидов, директоров с неправильной целью, как раз с целью меньше работать. Вчера я ушёл с работы в районе 22 часов. Как бы, я не знаю, можно ли сказать, что это меньше работать. Вот. Или больше работать. Я, например, как бы, да, находясь на позиции технического директора, очень часто завидую разработчикам. Это же так прекрасно. Ты пришёл, как бы, у тебя есть задачи. Задачи, которые тебе нравятся. Ты её сам выбрал. Задача классная. Ты её сделал. Ты увидел эффект от этого. Как бы, всё супер. Ты там устал, пошёл, попил кофе, поиграл, отдохнул. Там, что-то, какие сложности возникли. Пошёл, поговорил с коллегами и сделал эту задачу. Совершенно прекрасно. Ты можешь там одеть наушники и там слушать какую-то любимую музыку и делать свою работу. Там, если тебе плохо, ты можешь делать это дома. И ты можешь что-то придумать ночью, что-то сделать. У технического директора всё совершенно не так. То есть обычный день начинается с того, что я беру там лист А4 и начинаю записывать, что я хочу сделать сегодня. То есть так начинается примерно с того, ну, у меня там три главных задачи. Вот я их записал, потом ночью вот это, потом вот это, потом беру второй лист, потом беру третий лист. И в течение дня я их вычёркиваю, 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 вычёркиваю. Потому что задач огромное количество. Они маленькие, они постоянно меняются. Когда что-то делаешь, то есть, ну, делаешь что-то одно, возникает следующее, и следующее, и следующее. Иногда получаются такие вещи, что, например, там, вечером ты должен что-то там сдать, закончить, а за час до этого появляются новые вводные. И всё нужно, всё переигрывать. То есть это мир, который постоянно изменяется. В этом, наверное, основная как бы проблема. То есть у меня нет какой-то одной большой задачи. У меня есть огромное количество вот таких мелких решений, где нужно постоянно принимать какие-то решения, что-то делать. И это сложно. Да, понимаю. Ты говоришь про свой тудулист, такой своеобразный, бумажный. Может быть, можешь рассказать какие-то самые частые повторяющие задачи? Или, например, что-нибудь интересное из вчерашнего дня? Что входит в твои задачи основные? Основная задача, чтобы всё работало. И чтобы мы релизились чётко по графику, чтобы мы выполняли те задачи, которые, соответственно, требуются продуктовой дирекции, чтобы проекты сдавались в срок. Ну, вот примерно как-то так. И как я это буду делать, это, в общем, мои трудности. А вообще сложности бывают совершенно разные. Начиная от административных, типа того, что приехали люди выгружать или грузить какие-то сервера в дата-центр, грузчика не пускают, потому что у него паспорт не той системы. В wrong country, что называется. Или там надо кому-то предоставить, например, сотрудники службы безопасности просят какую-то информацию. Надо найти того, кто эту информацию им даст. чтобы её правильно оформили, чтобы они все сделали, чтобы эта задача не повлияла на другие приоритеты. Или там меняется продукт, соответственно, появляются новые задачи, а есть сроки, и надо эти задачи как-то встроить в план и как это сделать. Мы с тобой познакомились на одном из тренингов по agile. Я знаю, ты интересуешься этой темой. Как у вас agile вписан в систему разработки? Очень хорошо вписан. Мы вообще целиком живём по agile. У нас есть команды, работающие по скраму, есть команды, работающие по канбану. И я даже не знаю, как бы мы без этого жили. Мне кажется, что давно-давно, когда я ещё не знал этого слова, мы тоже пытались как-то подобную систему выстроить, но у нас не получалось, потому что это был какой-то некий такой самостоятельный подход, без учебника, без всего, основанный на каком-то чутье. Но, например, аллергия на project-менеджеров и людей, которые должны раздавать задачи, закрашивать квадратики, она была уже давно. И, собственно, project-менеджеров у меня в проектах никогда не было. Ни в одной из команд. А можешь рассказать про то, как у вас команда сейчас устроена? Да, конечно. Так, у нас есть общий chief product owner, который говорит, как будет развиваться продукт и, соответственно, выдаёт некий backlog, вернее, некий vision. Значит, дальше есть ряд нарисуем пока четыре так называемых area product owner'ов, которые уже отвечают за свои направления. На самом деле, организационная структура здесь немножко сложнее, но для нас важна именно логика. У каждого направления есть отдельный team. Это команды, как это правильно говорить, команды мотивированных профессионалов. команды берут отсюда задачи, соответственно, иногда и ставят тоже, если задачи исходят от команды. Соответственно, берут задачи в спринт и дальше их выполняют. Есть несколько моментов. планирование. Это планирование. В начале каждого спринта происходит планининг. Планнинги происходят раздельно в каждых командах. Тут встает вопрос, а что с координацией и с координацией общих целей. Здесь существует общее планирование на уровне соответственно продуктовнеров. и планирование так напишем. И сюда задачки уже приходят с координированной между направлениями. Хотя бы предварительно. Кроме этого, естественно, нужна нам техническая координация. Техническая координация осуществляется следующим образом. Есть несколько способов. Есть отдельные люди, которые могут ходить в другие команды. они могут назначаться, могут быть самостоятельными. Называются они скауты. Они приходят в другую команду на стендап и говорят парни, у нас есть такая-то проблема, помогите. Кроме этого, у нас есть общее мероприятие. Называется оно MasterSync. куда приходит это техническое мероприятие. Приходят разработчики и представители из всех команд, оно проходит без продуктов. Мы решаем именно технические задачи, как обсуждаем, как правильно сделать те или иные вещи, как засинхронизироваться между командами. Иногда здесь возникают некие задачи, которые выполняются сотрудниками двух и более команд. Кроме того, для того, чтобы составить этот план, существует PBR или Product Backlog Refinement, где идет оценка. Разработчики оценивают эти задачи и помогают Product Owner составить их планы. Он может проходить как в одной команде, так и между несколькими командами. Бывает и так, и так. Иногда бывает планирование вообще внешней команды, то есть что-то там вовне, и мы можем провести, если у нас, например, идет интеграция, что-то вот такое. Заканчивается это все. У нас есть еженедельная демо. На демо могут приходить все, кто хочет, и приходит достаточно много народа. Мы его транслируем в онлайне. Соответственно, смотрят Product Owner, смотрят CPO, иногда смотрят маркетинг, продажники, саппорт, в общем, все, кому интересно. Команды рассказывают о том, что они сделали. Это начиная от каких-то визуальных частей, то есть вылили такую-то фичу, рассказываем про фичу, сделали там такие-то API, например, вылили такие-то ручки, можно показать документацию или тесты и так далее. Ну, и в том числе люди, например, которые занимаются архитектурными вопросами или администрированием могут рассказать, что мы эти сервера переместили туда, сейчас будет по-другому, то есть DEMO это некая общая точка, где мы смотрим результаты работы всей команды за неделю или за две недели, в зависимости от того, кто по какому циклу работает. Дальше каждая команда проводит свое ретро, такие квадратики, должны быть другого цвета, где команда обсуждает уже свои организационные вопросы, как им жить, что у них классного, что у них не очень классного, принимает решение, как сделать лучше, и если есть вопросы, которые эта команда не может решить у себя внутри, это выносится на межкомандное ретро, проводим мы его раз в две недели, вот, напишем, раз в две недели, и туда приходят представители команд, хотя бы по одному, если хотят, можно прийти больше, и мы решаем вопросы, которые касаются всех команд, всего офиса и всего продукта, что мы можем сделать. На ретро принимаются определенные решения, собственно, как и на мастерсинке, эти решения распределяются, кто за что отвечает, и дальше к следующему ретро или к следующему мастерсинку человек рассказывает, что он с этим сделал или не сделал, не сделал почему, сделал почему, И какие плюсы-минусы получились. Вот примерно так мы живем. И получается достаточно неплохо. А расскажи о какой-нибудь неожиданной нештатной ситуации. Ну, нештатные ситуации бывают. Хотя бывают все реже и реже. И, в общем, мы живем достаточно спокойно. То есть строим свою жизнь так, чтобы нештатных ситуаций не было. Но, например, была у нас одна нештатная ситуация, когда вдруг в один момент у нас на сайте перестал работать весь JS на десктопе. Вот так получилось. И самое главное было найти корень проблемы и ее решить. Вот. Справились мы достаточно быстро. Но сам путь, по которому мы шли и как мы его искали, он достаточно интересен. Вот. Если говорить там научными терминами, да, то это была, как называется, андон-методология. То есть мы стопанули все процессы, вот. И вся команда направила все 146 процентов усилий на поиски этой проблемы. Как бы причину мы нашли достаточно быстро. Вот. И еще где-то, ну, скажем так, за треть времени. А еще две трети времени мы правили это все. Слушай, ты так заинтриговал. В чем же была причина все-таки? Я еще немножко подолью тогда масло в огонь, да. То есть мы... На фронт при этом ничего не выливалось. Почти. Вот. И, собственно, почему все сломалось, никто не знал. Сломалось сразу же везде. Вот. Если говорить коротко, то был релиз какой-то там служебной тузы, которая за собой подтянула стороннюю библиотеку JS, в которой была ошибка, и которая сразу же заменилась, заменила во всем коде. И весь JS начал сыпаться. Вот так вот. Никто не ожидал, что как бы там совершенно какая-то левая вещь в админке, в системе управления может все сломать. Ты упомянул андон-методологию. Что это такое? Скажем так, есть... У всех есть какая-то специализация. Там, да, там, я технический директор. Есть там у нас фронт-энд разработчики, есть мобильные разработчики, есть там системный администратор, девопс, и все. Вот. И как бы вроде кажется, что чем человек это должен заниматься. Если я там C++ программист, вот я буду писать на C++, да. Но если у вас там что-то на фронте сломалось, JS, что такое JS? Там что-то из гуманитарных наук непонятное. Как бы не буду я это делать. Вот. А я вообще там системный администратор или девопс, как бы я тут вообще ни при чем. Чините сами ваш JS. Вот андон как раз он против этого. То есть у нас сломался проект. Этот проект наш. Он наш общий, как бы. И мы все начинаем смотреть, где эта штука сломалась. И я много раз видел, как это работает. В частности, как бы вот в данном случае ошибку, ну, собственно, причину быстрее всего нашел обычный бэкэнщик, который просто сел и начал ее искать. Не говоря, что он там не пишет на JS, что он там что-то не знает. Он начал системно двигаться и нашел эту ошибку. Сказал, парни, у вас причина вот здесь. Все. Вот. То есть как раз андон заключается в том, что мы все все бросаем и начинаем искать эту проблему. В качестве вопроса предлагаю вам описать в комментариях, как бы вы действовали на моем месте в случае вот такой внештатной ситуации или любой другой. То есть у вас есть команда, у вас все классные профессионалы кругом, и что-то случилось. Что случилось, вы не знаете. У вас там есть задача как можно быстрее это все восстановить. Ваши действия. В подарок, соответственно, рюкзак. Спасибо. Пожалуйста. Ты рассказал о том, что проблема возникла из-за какой-то внутренней системной утилиты. Да. Вы тогда не использовали контейнеризацию, которая сейчас очень популярна? Нет. А сейчас у вас есть докер в продакшене? Да. Вы активно перешли на докер и пользуетесь им? Это одно из основных направлений нашей работы. Как впечатление? Хорошо. Я даже не знаю, как бы мы жили без этого. Ну, то есть, если раньше докер какой докер, как бы у нас тут ПХП, а сейчас хотнем скрипты, как бы и все, и понеслась. Ничего не надо, все очень просто. То сейчас без этого жить нельзя уже. Никак. Ты как технический директор, естественно, занимаешься так называемым здоровьем команды. Да. Расскажи немножко про это. Как это происходит? У меня есть такое свойство. Я стараюсь всех слушать. Ну, наверное, одно из основных качеств. Я очень люблю слушать людей. Я их слушаю, пытаюсь поставить себя на их место, и это очень сильно помогает понять их настроение, проблемы, почему они там делают те или иные вещи, почему они так себя чувствуют. И, соответственно, помогает мне найти правильный выход из данной ситуации, правильные решения принять. И здоровье команды для меня, на самом деле, крайне важно, потому что, как я уже сказал, я не пишу код и так далее, и вот эти люди, которые существуют вокруг меня, мы вместе составляем некую техническую часть этого проекта. И для меня крайне важно самочувствие каждого человека, и хорошо ли ему, комфортно ли ему в этой команде, и каким целям он движется, чего он хочет достичь. Был такой однажды момент у нас, когда в беседе личной с разработчиком он сказал, знаешь, Саша, вот раньше я мечтал стать техлидом и техническим директором, ну, чтобы там получать больше денег, иметь власть там и так далее. Сейчас я работаю в плоской структуре, как бы у нас нет техлида, как бы есть технический директор, который выполняет там некие менеджерские задачи, и технические решения принимают разработчики. Куда мне стремиться, как мне жить? То есть я когда вот начал, все там жизненные принципы были сломаны, что куда дальше идти, непонятно. Но постепенно, как бы, я понял, да, что дело-то, в общем-то, не в этом. То есть человек должен быть счастлив, соответственно, задачи, которые он выполняет, должны ему нравиться, задачи он может выбирать. Карьерная лестница дает что? Карьерная лестница дает там некий финансовый рост, да, но окей, финансовый рост можно получать, там же ты лучше пишешь, ты помогаешь другим, ты решаешь более сложные задачи, твоя команда работает быстрее, вы быстрее деливерите сложные фичи, ок, вот карьерный рост, растет зарплата, растет ставка. То есть не обязательно, чтобы в трудовой сотрудник отдела кадров исправлял запись там, не знаю, старший разработчик, на ведущий разработчик, или наоборот, я немножко путаюсь в этих вот словах. То есть и даже если от того, что там сотрудник отдела кадров тебе это изменит, как бы вряд ли ты станешь писать код лучше. То есть прежде всего работайте хорошо, получайте от этого наслаждение, и если это будет положительно сказываться на продукте, а мы, собственно, к этому стремимся все, то ваша зарплата будет расти, и все будет замечательно и хорошо. У нас один из зрителей спрашивает, а как не стать тем лидом? Вы можете им просто не быть, ведь смысл работы в команде – вы делаете то, что вам нравится. Вот в моей практике были как случаи, когда человека назначали, то есть я хочу быть тем лидом, окей, хорошо, пишем там служебную записку, меняем в отделе кадров, пишем зарплату, человек говорит, я тем лид, а команда его не признает. Все, он, ну какой он тем лид? Он тем лид только вот в отделе кадров, и все. А есть другой как бы случай, когда человек ничего не говоря, говорит, парни, давайте будем делать вот так, потому что объясняет, команда его признает, и все, и дальше как бы есть вот эти вот непризнанные тем лиды, они самые лучшие тем лиды. И как бы надо просто хотеть. Если ты хочешь стать тем лидом, ты им будешь, если ты не хочешь им стать, то ты им будешь. Ты говоришь, что ты много слушаешь разработчиков, любишь вообще их слушать, и рассказываешь много примеров, когда они тебе что-то рассказывают. Но в целом разработчики по своей сути чаще всего интроверты, и вытащить из них слово иногда бывает сложно. Как ты с этим справляешься? Как разговорить с разработчиком? Ну, все интроверты, и все ненавидят людей. Ну, как бы не в этом суть. Понимаешь, мы же вместе работаем. И достаточно странная проблема, потому что в принципе стараемся беседовать. То есть иногда я стараюсь беседовать с людьми хотя бы на один на один раз в какое-то определенное время. То есть это крайне полезно, получать обратную связь. Есть, опять же таки возвращаясь, есть байка, да, хороший пример, когда я не понимал, что происходит с человеком, и мне не нравилось. И мы договорились, что окей, давай мы будем с тобой хотя бы раз в неделю, раз в две недели встречаться и разговаривать. Мы начали встречаться, разговаривать, и все пошло на лад. То есть я рассказываю, что не нравится мне, он рассказывает, что не нравится ему. Мы находим какие-то общие точки, принимаем решения, и говорим, окей, давай будем дальше делать вот так. Все, и мы двигаемся вперед. Это хорошо, это очень хорошо работает. Надо общаться, больше общаться. Спасибо. Мы с тобой отлично пообщались, но еще небольшой блиц-опрос. Да. Какую операционную систему выберешь? МакОсь. Какое лучшее IDE? Даджет Брейнс. Последние приложения, сайт, стартап, которые тебя впечатлили? Хорошее приложение у Тинькова. Реально хорошее. Что лучше, стартап или крупная компания? Если вы хотите просто жить комфортно и получать зарплату, идите в крупную компанию. Если у вас там постоянно бурлит, и хочется экшена, хочется адреналина и каких-то приключений, то стартап – это ваше все. То есть не надо идти в стартап, если вы просто хотите много денег. Это не тот путь. Еще вчера трендом был Mobile First. Сегодня это Machine Learning First. Что будет завтра? Я тут был на одном тренинге. И там рассказывали, что есть специальные люди, которые определяют, что будет завтра. И даже рисуют по этому поводу карты, и эти карты продают за деньги. Сказать, что там Machine Learning First – это некий хайп. Machine Learning – это классно, это хорошо. Есть еще также Big Data, виртуальная реальность, какие-то нанотехнологии, биотехнологии и так далее. Сложно сказать. И я видел эту карту, действительно, мне показывали. Это вот такой вот клубок запутанных связей, которые двигаются в разных направлениях. И, в общем-то, предсказания на уровне астрологии. Можно смотреть вперед на год-два. То есть сейчас, если посмотреть, что… Я бы сказал, что это скорее не машина, для них, наверное, Big Data. То есть уже о человеке, компании знают все. Эти знания, а – собираются, б – обрабатываются, ц – они являются, собственно, источником дохода и так далее. То есть, в принципе, о любом человеке, который выходит в интернет, уже известно очень много. Надо только правильно научиться это использовать. Когда тебя заменят роботы? Можно сказать, что уже заменил. Я купил себе робот-пылесос. Окей. В чем оцениваете таски? В часах или в сторипоинтах? В сторипоинтах и в часах. Смотря кто как хочет. Что последнее ты не смог себе позволить? Вчера вышел Subaru Ascent в Лос-Анджелесе. Я его не могу себе позволить. Сколько у тебя биткоинов? Ноль. Не интересуешься этой темой? Я смотрю на это так со стороны немножко. Это, в общем, хайп. Что твои друзья чаще всего спрашивают про Амру? Когда мы захватим мир. А когда? Скоро. У нас в студии был Александр Мельничук, технический директор Амру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok